может ли знание прошлых жизней дать человеку удовлетворение от того что он живет в этой жизни ответ такой нет потому что любые знания прошлых жизней включают у человека информационный голод потому что постоянно чего-то недостаточно также я могу вам сказать что все меняется наоборот если в прошлой жизни вы хорошо рисовали то в этой жизни для того чтобы вы как бы как алмаз имели разные грани у вас таланта к рисованию не будет он будет полностью закрыт так вот я хочу вам сказать чем заниматься в жизни или как выбрать свой истинный путь если вы категорически ненавидели литературу начните изучать литературу сейчас случае если вы категорически не умеете рисовать начните рисовать у меня была женщина когда-то в москве проводил семинары это было 20 лет назад представляете как давно я начал даже не 20 а 24 года они назывались соционикой я проводил их насколько я помню по моему станция метро теплый стан а потом уже второй раз это и третий вместе с гулько это юрий лонга я проводил тогда с ним семинары эти ну я как бы не с ним а он продюсировала я там выступал и мои семинары были посвящены социологии и соционике и на одном из этих семинаров появилась эта идея которая сейчас говорю это идея того что заболевание можно убрать у человека если он реализует задачи из прошлой жизни которые заперты в нем ко мне подошла женщина и говорит андрей андреевич я хорошо живу у меня муж и у меня сейчас тяжелейшее заболевание нашли у меня кисту в моей груди она опухолевидную форму имеет гистологические исследования цитологические исследования говорят о том что это онколог карцинома и я скорее всего умру потому что уже это все затянуто сейчас операцию мне собираются делать андрей андреевич что мне сделать а женщина молодая и ей тогда сказал слова таки и хочу повторить час секунду ей тогда сказал скажите что вы больше всего в жизни не умеете делать и она мне тогда говорит больше всего в жизни я не умею рисовать ей сказал ира и и по моему звали это та женщина которая нарисовала эмблему к эмблему олимпийских игр в сочи по-моему ира ее зовут она живет сейчас в канаде прошло много много лет и 23 года она со мной связалась в контакте она написала андрей андреевич я вас узнала когда вот нас было пять девочек я была среди этих девочек и вы со мной общались и сказали что я избавлюсь на веке от своего заболевания если я начну рисовать я начала спешно или очень быстро проходить всевозможные курсы насколько это было возможно по рисованию на сегодняшний день за 23 года я стала известным художником у меня очень хорошо получается рисовать даже портреты хотя в самом начале это было очень тяжело и невозможно по моему мнению потому что не могла даже красиво писать то есть я могу и я хочу вам сказать что вы спасли меня от того заболевания которым я болела потому что спустя всего там два или три месяца когда мне начали проводить исследования опухоль как бы сама по себе сошла и и когда я начала делать первые мазки ли первые рисунки там начала этим заниматься отвлекалась то в какой-то момент заметила что у меня грудь не беспокоит когда же я обратилась все таки к врачу оказалось что у меня опухоль уменьшилась потом когда сделали повторные исследования то динамика заметно улучшилась и сказали что можно не выполнять операцию что достаточно пройти химиотерапию от которой я не отказалась и в дальнейшем с опухолью вопрос был решен ну где-то такая история она правдивая